В прошлом году в Гомеле народилось больше 14,5 тысяч детей. 2 тысячи из них появились на свет в областном клиническом родильном доме. Все лета эта установка святает свое 75-е годы. В каких условиях сегодня же харьки региона становятся мамами, доведалась Ганна Корольчук. История акушерской гинекологической службы Гомельской областной клинической больницы началась в 1944 году с 20 коек. Урачи работали в складанных условиях военного часа, не хватало медикаментов, а так само квалификованных медицинских кадров. У этого домика родильное отделение переехало в 1981 году. Тут у першиню в области провели плановое кесаро-сеченье, укранили у акушерскую практику ультрагуковое доследование, организовали областный эндоскопичный центр, а так само отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии родильного дома. Миновата ЯНО стала платформой для организации онкогинекологической допомоги в регионе. В 1995 году родильный дом отримал статус перинатального центра третьего узровня. Это значит, что у им допомогают женщинам в наибольшь складанных выпадках, в позднем репродуктивном взросле и с патологиями. Практично каждое десятое дитя, которое появилось тут на свет, недоношенное. За год про заделение интенсивной терапии проходит каля 300 малых, некоторые важат меньше за килограмм. Для медиков вырос, народился у кашули, это не просто приказка. Большинство детей, которые находятся на лечении в нашем отделении, это 250-240 детей. Практически все требуют дуэльные формы респираторной поддержки, поддержки функций сердечно-сосудистой системы и других методов интенсивной терапии. Кроме того, кроме этих девяти детских коек, на которых лечатся новорожденные дети, у нас еще есть шесть коек для женщин интенсивной терапии. Практикует тут и проведение партнерских родов. Такий вариант выбирают каля 8% пар. Психологично женщине легче переносить схватки роды, каля побачь есть близкий человек – мужа или мати. До этого они разом проходят подрыхтовшие курсы в перинатальном центре. Каля после родов с малым и его мамой усил парадку, то их переводят в отделение для новонародженных. Здесь наша медсестра проводит отоакустическую миссию, процедура, которая позволяет выявить нарушение слуха на ранних этапах. Процедура должна производиться в полной тишине и спокойствии ребенка. 26 лютого гомельчанка Юлия Городкова народила девчонку. Вагой больше за 4 килограммы и ростом 55 сантиметров. Роды прошли добрые, сегодня они выписываются. Знаемство с маленькой дочкой чекает тата и старающая сестра, якой худка сполнится 18. Юлия Раджала самостоянно, нехлезетшина узрост, и раять усим не бояться и довериться урачам. Весь персонал медицинский очень доброжелательный, очень профессиональный. В родзале нам очень помогли. И здесь в послеродовом отделении очень хорошие от нас, а хорошо заботятся и помогают нам во всем. На все вопросы отвечают. Мы очень-очень довольны. И отдельное спасибо Геннадию Вячеславовичу, потому что мы долго лежали у него на сохранении, и вот такие получились большие девочки. На переддне 8-го соковика у отделения находится 110 женщин, которые рыхтуются до заявления на свет детей. Разом с именем не мовлят, чекает и команда акушеров-гинекологов, неанатологов, реаниматологов и педиатров. Бо каждое новое житие для их – это особистая перемога и свято. То, что мотивует и приносит радость. Мы каждую пациентку рассматриваем как своего рода персону. Она индивидуальна, и ее случай тоже индивидуален. Каждая пациентка – это своего рода некий эксклюзивчик, который требует своего отдельного подхода. Хочу нашим женщинам пожелать одного. Ну, как доктор, естественно, в первую очередь это крепкого здоровья. Второе хочу пожелать, вчитывая все-таки весна, пение птиц, все расцветает. Я хочу пожелать крепкой любви. И самое главное, чтобы эта любовь была плодотворна, тогда и мы без работы не останемся.